Девочка-пай Россия относится к числу ведущих морских держав. Моря, омывающие побережье нашей страны, играют важную роль в ее экономической жизни. Протяженность морского участка государственной границы Российской Федерации составляет более 38 тысяч километров. Общая площадь охраняемых морских пространств – более 9 миллионов квадратных километров. Сегодня на морских направлениях проявляется широкий спектр угроз безопасности России в пограничной сфере. К основным из них следует отнести попытки перемещения через границу лиц, причастных к бандформированиям, а также оружия и других средств, которые могут быть использованы для совершения террористических актов. Также в списке угроз – незаконная миграция, контрабанда, наркотрафик, несанкционированные морские исследования, попытки незаконной добычи биологических и минеральных ресурсов и их вывоза за рубеж. Все это вызывает необходимость усиления государственного контроля в морском пространстве России. С 2006 года в соответствии с поручением президента Российской Федерации проводится серьезная работа по созданию береговой охраны как комплексной системы обеспечения безопасности страны на морских направлениях. Сделано уже немало. Созданы головные пограничные структуры и единая система управления. В 2007 году сформирован департамент береговой охраны пограничной службы ФСБ России и подразделения береговой охраны – службы, отряды, государственные морские инспекции. Координационный центр «Старший Мичман Мальцева», доброе утро. Подскажите, пожалуйста, что у нас по обстановочке? В целях контроля и анализа обстановки на море в приморских регионах созданы координационные отделы. Сбор информации ведется ими с применением современных технологий, что позволяет эффективно контролировать хозяйственную деятельность в морских акваториях. Проводится большая работа по созданию единой системы освещения надводной обстановки и раннего предупреждения противоправной деятельности. В качестве источников информации используются и высокоэффективные технические средства пограничных органов, а также возможности других министерств и ведомств, в том числе и российской космической группировки. Сегодня береговая охрана выполняет целый комплекс задач по нейтрализации угроз пограничной безопасности России на морских направлениях. В каждом из регионов свои особенности и своя обстановка. Все это требует оснащения частей современным корабельным составом. И основа для этого сегодня подготовлена. Численность, функционал и тактико-технические характеристики кораблей и катеров приводятся в соответствии с требованиями, которые диктуют время. Морские части получают новые корабли с новыми качествами. Простые в эксплуатации, высокоэкономичные, надежные и комфортные. Особая черта современного облика береговой охраны – международное пограничное сотрудничество. В борьбе с угрозами трансграничного характера большое внимание уделяется развитию отношений в рамках формов береговых охран государств в северной части Тихого океана, Северной Атлантики, Черноморского и Балтийского регионов. Налаживается многостороннее сотрудничество на Каспии. С зарубежными партнерами отрабатываются практические действия по обеспечению безопасности судов, противодействию возможным техногенным катастрофам, пресечению каналов незаконной миграции и контрабантов, а также спасанию человеческих жизней на море. Совершенствование пограничной деятельности на морских направлениях расширение спектра задач, решаемых пограничными органами, потребовали пересмотра всей системы подготовки специалистов. С 2007 года подразделения пограничных органов комплектуются на профессиональной основе. Учеба и переподготовка специалистов проводятся в Институте береговой охраны ФСБ России. Первый набор в это учебное заведение состоялся в 2008 году. Курсанты за два года и десять месяцев прошли обучение по семи программам профессионального образования. Товарищ капитан, департамент, в 21-й поставке из воды вышел, самочувствие хорошее, пролетелись в здании Японии. С 2010 года Институт готовит офицеров с высшим образованием. Будущих лейтенантов обучают управлению кораблем и вооружением, штурманскому делу. Также они изучают особенности охраны сухопутной границы и морских пунктов пропуска. Сегодня береговая охрана решает целый комплекс задач по защите и охране экономических и иных интересов Российской Федерации в морском пространстве. Планируется, что к 2020 году будет сформирована единая система охраны, позволяющая эффективно вести борьбу с браконьерским промыслом, незаконными операциями с природными ресурсами, оборотом наркотиков и оружия, проявлениями терроризма. В рамках этих усилий предстоит развивать систему управления пограничными органами, структуру подразделений береговой охраны, совершенствовать систему контроля и мониторинга за обстановкой в морском пространстве. Кроме того, стоит задача модернизировать систему базирования корабельного состава и оснащения пограничных органов современными образцами вооружения и техники. Береговая охрана растет, совершенствуется, приобретая новый современный облик. Впереди еще много работы, но уже сегодня можно утверждать, что угрозам пограничной безопасности России на морских направлениях поставлен надежный заслон. И в будущем он будет только крепить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова